Дорогие друзья, добрый день. Действительно, у нас достаточно большой город, крупнейшая экономика не только в стране, но и в мире. И от того, насколько эффективно мы эту экономику управляем, зависит наша с вами общая комфортная или некомфортная жизнь, развитие города. Ну и, безусловно, те возможности, которые город нам дает для самореализации и саморазвития. Поскольку у нас ключевая задача сегодня не подробно рассказывать, подробно не буду, потому что можно рассказывать часами по каждому из направлений, основные штрихи скажу. Почему? Потому что мы действительно очень заинтересованы во взаимодействии, заинтересованы в том, чтобы хорошие специалисты приходили к нам в департамент, оставались у нас работать. Поэтому я хотел бы построить свой короткий доклад о том, чтобы вы поняли, какие основные направления в департаменте есть, чем мы занимаемся и какие задачи мы по этим направлениям ставим. Первый вопрос – это инвестиционная политика. Мы предварительно спрашивали вас о том, какие направления интересны. Он вызвал наибольший интерес, поэтому я расскажу о том, что мы делали за последние годы в этом направлении и чего нам удалось добиться. Если говорить о том, с чем мы столкнулись в рамках структуры по инвестициям, которая нам досталась в 2010 году, то одна из основных проблем заключалась в том, что структура инвестиций была не самая оптимальная. Что имеется в виду? Оптимальная структура – это то, что перекос бюджетных инвестиций был у нас, соответственно, вне инфраструктурные вещи. Второе, соответственно, и вне бюджетные инвестиции в основном направлялись в сферу строительства. Причем строительство – это, соответственно, у нас, безусловно, важная и нужная вещь, но, собственно говоря, сильно хворало промышленное производство, перерабатывающие отрасли. Из-за этого, собственно говоря, у нас тормозилось все, что связано с созданием новых высококвалифицированных рабочих мест и, безусловно, развитием самого производства. Второй вопрос, о котором всегда нам говорили предприниматели – это достаточно высокие административные издержки в рамках ведения бизнеса. Ну и, безусловно, сами понимаете, что любые издержки для бизнеса превращаются в то, что людям проще инвестировать какие-то, скажем так, делать неумные инвестиции, да, либо что-то где-то купить, там, потом сдавать в аренду, либо даже порой проще вывести деньги из страны и, собственно говоря, инвестировать в другом месте. Вот, ну и, к сожалению, соответственно, не был надлежащим образом налажен диалог между бизнесом и властью. Поэтому вот эти три основных направления, с которыми мы старались работать и в которых нам удалось все-таки достаточно большие достижения вперед сделать. Значит, первый вопрос касается диалога. Да, у нас был создан штаб по защите бизнеса, где регулярно рассматриваются все вопросы, связанные с административными барьерами. Вот, мы в рамках и работы штаба, и в целом работы правительства сделали огромный рывок вперед, связанный с переходом на оказание услуг в электронном виде, сокращение всех там мыслимых и немыслимых внутренних административных барьеров. Вот, и какой результат? Результат достаточно просто выразить в цифрах. Конечного результата желаемого, получаемого с первого раза бизнесом, то есть пришли за госуслугой и получили результат, увеличилось в среднем в 2-3 раза по разным направлениям и составляет на сегодняшний момент до 75%. При этом сроки рассмотрения обращения, они были сокращены там тоже в среднем в 2 раза. Был создан специальный портал, который является своего рода витриной всех инвестиционных возможностей города. Все инвестиционные проекты мы там размещаем, обо всех инвестиционных проектах мы рассказываем. Это портал investmoscow.ru. Это, сон, площадка взаимодействия, то есть одно окно для желающих заняться бизнесом в городе, и все возможности для бизнеса, которые город дает, вся информация есть на этом портале. Каков результат? Результат, соответственно, только государственно-частное партнерство у нас вышло в лидеры во всей стране, и объем инвестиций только по государственно-частному партнерству составил практически 800 миллиардов рублей. Сумма огромная. Для понимания, общий объем инвестиций в городе на сегодняшний день составляет порядка 2 триллионов. Это вот эта вот часть вот этих инвестиций, это то, что удалось городу вместе с бизнесом сделать вместе. То есть это вот непосредственно взаимодействие с бизнесом, работа с бизнесом, не будь ее, ничего бы из этого не было. И если говорить про то, какие направления, это и контракты жизненного цикла, и конституционные проекты, и, соответственно, долгосрочные контракты с инвестициями, о некоторых из них я, вот как примеры, что это такое, над чем мы работаем в реальной жизни, каждый день я расскажу чуть подробнее. Вот, первое, соответственно, контракты жизненного цикла. Все мы пользуемся метро регулярно, вот, и видим, что у нас все больше и больше появляется новых вагонов. Вот, два ключевых контракта, которые были заключены в сфере взаимодействия государства с бизнесом, это в рамках ГЧП, это контракты жизненного цикла на поставку вагонов. Что это означает? Это означает, что поставщик нам не только поставляет новый современный вагон, да, вот, который, соответственно, там соответствует всем современным тенденциям, современным требованиям и кондиционирование интернета, и, соответственно, вся интерактивная информация, которая доводится до пассажиров. Но и в последующем 30 лет эксплуатирует этот вагон. О чем это говорит? О том, что наш метрополитен больше не имеет головной боли, связанной с тем, как этот вагон ремонтировать. Он, соответственно, не несет рисков, связанных с тем, что, например, что-то, какие-то там запчасти были поставлены некачественно. За это за все отвечает поставщик. И в долгосрочной перспективе мы экономим на этом порядка 20%. То есть на каждый пятый там вагон у нас, условно говоря, получается в новый, бесплатно, только за счет внедрения вот этой вот системы. Вот, что происходило раньше? Мы все это там знаем, да? Покупаем оборудование, покупаем, соответственно, вагоны, потом сами их начинаем как-то ремонтировать. Вот, жизнь показывает, что производители, бизнес делают это эффективнее. И вот наглядный пример тому – это контракт жизненного цикла в метрополитене. Безусловно, это сложнейшая инвестиционная сделка, потому что если вы посмотрите суммы, там более 150 миллиардов каждый, это, соответственно, сложнейшие сделки, требующие учета и распределения всех рисков и производителя, и города. Потому что когда мы заключаем контракт на 30 лет, то мы понимаем, что, соответственно, все эти риски должны быть детально просчитаны и проработаны. Это очень такая большая, интересная и кропотливая работа. Следующий вопрос касается строительства дорог. Мы одни из первых заключили консессионный контракт по строительству северного дублера Кутузовского проспекта. В середине текущего года подрядчик уже выходит непосредственно в стройку. В рамках этого консессионного соглашения, что важно, на городе расходы только по изъятию и освобождению земельных участков. Для понимания, это порядка 3-5 миллиардов рублей, в то время как сама стройка обходится около 40 миллиардов рублей. То есть консессионер полностью за свой счет строит высокоскоростную магистраль, которая свяжет центр города от Сити до, соответственно, платной дороги, которая у нас есть сейчас, является объездом Одинцова. И из города, из центра города можно будет очень быстро уехать, соответственно, в данном направлении. Достаточно тоже сложный проект. Понятно, что здесь помимо важных нюансов, связанных с распределением инвестиций, со сроками согласования, которые должен соблюдать со своей стороны город, огромное количество нюансов, связанных с пересечениями, с ресурсоснабжающими организациями, с РЖД, потому что часть дороги проходит. В полосе отвода. То есть это тоже контракт, который мы готовили не один, не два дня. То есть это контракт, требующий детальней, корпоративной работы, продумывания каждого нюанса. И даже после его заключения у нас происходят еженедельные совещания, работа по данному вопросу с тем, чтобы он двигался вперед. То есть это работа такая ежедневная, важная, нужная и очень интересная. Следующий вопрос, который хотелось бы рассказать в части инвестиций, это вопрос поддержки московской промышленности. В городе создана целая система по поддержке промышленных предприятий. Существует несколько направлений такой поддержки. Каждое предприятие может выбрать свою форму, которая наиболее приемлема и, собственно говоря, соответствует направлению, виду деятельности этого предприятия. На сегодняшний момент мы говорим о том, что есть три возможных варианта получения льгот от города. Это получение статуса промышленного комплекса, технопарка, либо, соответственно, якорного резидента технопарка. Отдельно, соответственно, особняком стоит особая экономическая зона, которую в прошлом году город получил от Министерства экономики Российской Федерации, полностью перешло в управление. Там аналогичный механизм, но еще более выгодный для предпринимателей. О чем идет речь? Да, речь идет о том, с чего я начал. У нас всегда было проблемой направление инвестиций, раз. И, второе, соответственно, мы теряли промышленные предприятия. Они уходили из города, потому что не было комфортных условий ведения бизнеса. Мы себе поставили задачу предприятия не только удержать, но и вернуть в город, либо привлечь новые компании, которые будут заниматься современными, развивать современные высокотехнологичные производства. На сегодняшний момент 78 компаний получили соответствующий статус. На них работает около 100 тысяч человек. При этом мы должны понимать, что это не просто абстрактные 100 тысяч человек, которые работают в общем количестве порядка 7,5 миллионов трудящихся в городе Москве, а это те работники, которым созданы повышенные требования. У них зарплата выше, чем средняя по городу. Соответственно, эти компании осуществляют инвестиции большие, ежегодно подтверждают свой статус. И на сегодняшний момент мы понимаем, что они проинвестировали 83 миллиарда. Казалось бы, сумма может быть и не очень большая, но если мы посмотрим удельный вес инвестиций на единицу площади, например, на один гектар, либо на единицу работающего человека, то мы поймем, что эти компании впереди находятся и намного более эффективны, нежели большинство других компаний на рынке. Безусловно, мы отдаем приоритет таким компаниям, потому что для нас это и качественный спрос на рабочие места. Это не просто рабочие места, куда пришел человек и занимается каким-то трудом, и походит на работу. Это высоко квалифицированные места, высоко оплачиваемые места, и мы, безусловно, конечно, эту работу будем продолжать. Следующий вопрос, следующий пример, который хотелось бы сказать, он на самом деле уникальный для России. Москва здесь первая, кто добился такого результата. В прошлом году у нас были внесены изменения в законодательство, которые позволили нам заключать контракты долгосрочные на поставку товаров для государственных нужд, и мы теперь имеем возможность заключать госконтракты на 10 лет. Но не просто заключать на 10 лет контракты, мы, соответственно, можем выставлять встречные инвестиционные обязательства. Мы реализовали первый такой проект, сейчас он в активной стадии уже, соответственно, исполнения находится. О чем идет речь? Мы разместили контракт на закупку 22 лекарственных препаратов, в первую очередь, соответственно, это онкологические препараты, которые, к сожалению, там все больше требуются. И это препараты современные, в первую очередь, таргетные, где говорим о действующем веществе, которое синтезируется путем биологических процессов. Но, собственно говоря, это не просто мы их покупаем, мы их и так покупали. Эти препараты теперь будут производиться на территории города Москвы, и часть из этих препаратов будет не только производиться на территории города Москвы, но и впервые на территории Российской Федерации. То есть это те препараты, которые, соответственно, до настоящего момента в Россию завозятся из-за границ. То есть это одна сторона медали, это большой плюс, что мы получили современное хорошее производство и, соответственно, большой объем инвестиций. Вторая составляющая, не менее важная, это объем экономии, который мы благодаря этому проекту получили. Вот вы видите, что снижение цены контракта стартовой составило 50%, причем 50% от самой низкой на сегодняшний момент цены, по которой вообще заключаются на данные препараты госконтракты в Российской Федерации. Именно за счет того, что происходит локализация, происходит создание нового промышленного современного комплекса, который позволяет эти издержки оптимизировать. Причем мы можем смело говорить о том, что эту же экономию получит не только город Москва. Это большой плюс для всех регионов Российской Федерации, которые по этим же ценам впредь будут покупать, соответственно, те же самые лекарственные препараты. Это большой прорыв. Понятно, что и здесь, как и в предыдущих крупных инвестиционных проектах, достаточно длительная, долгая и сложная работа по подготовке такого проекта. Это подбор площадки, это согласование условий инвестирования, это согласование объемов инвестирования. Детальные анализы, проработка вопросов, связанных с тем, какие препараты нам нужны сегодня и какие будут нужны завтра, потому что контракт длинный на 10 лет. Поэтому сложный и интересный проект, и таких у нас в планах на ближайшие годы еще несколько есть. Понятно, что сейчас мы так же, как и с предыдущими инвестиционными проектами, занимаемся его реализацией и детальным сопровождением работы с инвестором. Теперь, как резюме всей этой работы, которая проделана, Сергей Семенович на встрече с президентом докладывал, что Москва у нас является абсолютным лидером по динамике и по объему инвестиций в Российской Федерации. Если мы посмотрим темпы роста инвестиций, то мы понимаем, что мы с 2010 года, за 7 лет, выросли на 80%, то есть в сопоставимых ценах, а если, соответственно, брать в реальном выражении, то почти в три раза. При этом объем инвестиций в Москве составляет 12%, если мы не учитываем нефтегазовый сектор, которого у нас нет. То есть это инвестиции в реальное производство, это инвестиции в сферу услуг, то есть то, что мы реально с вами потребляем, то, где мы реально работаем. При этом, если взять темпы роста в целом по стране за аналогичный период, то они будут на порядок меньше. И поэтому, соответственно, Москва за счет того, что создала вот эти удобные, комфортные условия для ведения бизнеса, для инвестирования, она помогла, как говорится, не только себе, потому что инвестиции – это, соответственно, и доходы, которые мы в обратную получаем, соответственно, после реализации запуска соответствующих инвестиционных проектов. Москва в данном случае помогала и другим регионам, потому что, вы думаете, цифру, значит, в Москве, вот я сказал, 7,5 миллионов человек работает, из них, соответственно, москвичей только порядка 5 миллионов человек. Да, еще около 2 миллионов человек, это, соответственно, у нас работающие из смежных регионов Российской Федерации, порядка 500-6 тысяч человек – это работающие, привлеченные мигранты, которые, понятно, что работают в сфере ЖКХ, в первую очередь, в сфере строительства. Это вообще принятая мировая практика, которая характерна для крупных мегаполисов. Но куда более важна цифра, что те же 2,5 миллиона рабочих мест Москва создает в других регионах Российской Федерации за счет нашего внутреннего потребления. То есть то, что, соответственно, город Москва, соответственно, потребляет в своей ежедневной жизни, создает в Российской Федерации еще плюсом 2,5 миллиона рабочих мест. И это важно, это нужно, и это результат вот этой вот сложной работы по взаимодействию города с бизнесом, по созданию прозрачных условий и, безусловно, при реализации вот этих крупных инвестиционных проектов. Потому что каждый крупный инвестиционный проект – это драйвер для смежных отраслей. Вот запустили мы там строительство северного дублера. Он станет не просто новой дорогой, по которой начнут ездить машины, это, соответственно, как новая, знаете, там, артерия. По ней начнут двигаться товары, работы, услуги, соответственно. Появятся новые точки роста, там, приехали, где уехали. То же самое мы говорим про инвестиции государственные. Вот из вот 2 миллиардов рублей, да, 2 триллионов рублей, которые есть, например, на сегодняшний момент, по итогам 2017 года, 500 миллиардов, чуть больше – это инвестиции города, это наши бюджетные инвестиции. То есть мы понимаем, что 1 рубль бюджетных инвестиций нам несет с вами 3 рубля инвестиций частных. Почему это происходит? Вот раньше, соответственно, такой пропорции не было, да, если взять, там, 10-11 год. Потому что мы, переизменив структуру инвестиций, о чем я сказал сначала, да, поменяв точку приложения в основном наших инвестиций, переведя ее в инфраструктурные проекты, инвестируем в новые точки роста в городе. То есть построив новую станцию метро, новую, соответственно, развязку, новую дорогу, мы создали условия для бизнеса, для развития бизнеса. Там потом со временем появляются магазины, торговые центры, жилье, соответственно, новые, соответственно, какие-то предприятия, соцкульптуры, которые, безусловно, и создают новые рабочие места, и, безусловно, дают возможность для развития. На самом деле мы, когда общаемся с инвесторами, не одним из ключевых плюсов Москвы, ну, помимо инфраструктуры, да, которая тоже в Москве является, там, одной из самых развитых, ставят, то есть, так можно сказать, там, умный человеческий капитал, да, то есть можно в Москве реализовывать умные инвестиции, когда, соответственно, нет проблемы в последующем с поиском квалифицированного персонала. Вот у нас большое количество жителей города Москвы имеет высшее образование, специализируются в той или иной своей сфере, и, что самое главное, люди готовы развиваться, да, и меняться со временем, что, к сожалению, далеко не всегда инвесторы, особенно в первую очередь, там, крупные инвесторы находят в других регионах. Поэтому вот это вот издержки, конечно, у нас выше, мы это понимаем, выше заработная плата, дороже имущественные комплексы, вот, но, собственно говоря, и эффективность инвестиций у нас тоже намного выше. Важная вещь, да, ведь, что такое зарплата? Зарплата – это оценка производительности труда. У нас она в два раза выше, чем в среднем по стране. Это говорит просто о том, что наши люди, ну, жители города Москвы, работники города Москвы в два раза больше производят, чем все остальные, потому что это прямая зависимость. Если бы этого не было, то, собственно говоря, и уровней затрат бы у нас, ой, зарплаты такого бы не было. Значит, если говорить про бюджет, с чем мы столкнулись, к чему пришли? Вот, в 2010 году у нас был большой, ну, даже, можно сказать, огромный бюджетный долг, 300 миллиардов при бюджете чуть больше 1 триллиона рублей, это, соответственно, цифра огромная. Вот, значит, о доходах бюджета 17-18% составляли доходы от нефтегазового сектора. Вот, ну, и, собственно говоря, про финансирование городских проектов я уже говорил. Что мы сделали в этом направлении? Значит, первое. Мы, безусловно, занялись мобилизацией доходов и, соответственно, обратили внимание на их структуру. Значит, мы посмотрели про налоговые доходы, это одна из составляющих нашей работы тоже, в части того, кто сколько у нас в городе платит, и увидели целый ворох проблем, связанных не с тем, что у нас там высокая или низкая нагрузка, а с тем, что у нас, соответственно, структура налогообложения и система сама исчисления налогов, в первую очередь, имущественных, она не очень, так сказать, не очень отражает реалии, соответственно, экономические реалии в городе. Вот, и поэтому, соответственно, мы перешли на исчисление почти всех имущественных вещей процентов от катастрофной стоимости, выровняли условия ведения для бизнеса, вот, и, помимо всего прочего, хотя мы такой целью ставились, это там, наушно, была десятой целью в этих действиях, получили и дополнительный рост налоговых поступлений. Но основной рост налоговых поступлений, который мы получили, это результат того, о чем я говорил ранее, это результат наших инвестиций, это, соответственно, результат создания новых рабочих мест, это результат запуска новых инвестиционных проектов, новых производств. Второй вопрос, который достаточно болезненно воспринимается, второй, там, аспект, который болезненно воспринимается большинством абсолютным государственных органов, это непрофильные активы. Все из-за них держатся, считают, что все должно быть свое. Вот мы в своей политике использовали диаметрально противоположный подход. Мы продали практически все непрофильные активы в городе, количество государственных унитарных предприятий, количество акционерных, общих с долей города сократилось 3-4 раза. В зависимости от сферы. Следующий вопрос – это как мы тратим деньги, которые заработают. Важно не только их иметь, но и эффективно их потратить. Мы создали комплексную систему государственного заказа, много взаимодействовали с высшей школой экономики. Результат – это снижение первоначальных, назовем так, референтных цен в среднем на треть. Это, соответственно, и четкая система планирования, и анализ стартовых цен, и, безусловно, анализ потребностей. Мы должны покупать ровно то, что нам нужно, и не заниматься расходами денег направо-налево. Ну и, собственно говоря, частные инвестиции, я в них сказал, повторяться не буду. Что нам удалось достигнуть? В первую очередь, то, что я говорил, государственный долг. Мы его погасили полностью. На сегодняшний момент у нас осталось госдолга 35 миллиардов, а при бюджете города Москвы расходной части на этот год 2,2 триллиона рублей. Соответственно, это, скорее, так скажем, статопогрешность. При этом, соответственно, мы бы эту сумму погасили, но условия кредитов таковы, что нам невыгодно их погашать досрочно, потому что попадаем на большие штрафные санкции. Второе – это, соответственно, мы нарастили доходную и расходную часть. Если вы помните, вначале я сказал, что у нас доходы и расходы составляли чуть больше триллиона, сегодня, соответственно, у нас больше 2 триллиона. 2,2 триллиона рублей – расходная часть на текущий год. При этом самое главное, что мы сделали, мы сохранили социальную направленность в бюджет. При том, что у нас очень сильно увеличилась доля на транспорт, на дорожное хозяйство, она увеличилась в разы. Доля социальных расходов в бюджете города Москвы не сократилась. За счет чего мы этого добились? Если вы посмотрите, у нас есть прочие расходы. Это расходы на, скажем так, на текущее содержание города, соответственно, функционирование его систем. Так вот, мы здесь были, на самом деле, пионерами по сравнению со всеми остальными регионами Российской Федерации. Наши текущие расходы за 7 лет увеличились всего на 10%, чуть-чуть больше. В то время как у других субъектов Российской Федерации эти же расходы увеличились более чем на 60%. То есть, в принципе, индексировались на уровень инфляции, потому что накопленная инфляция была у нас в сопоставимых величинах. Это как раз те высвобожденные деньги, которые мы смогли направить на инвестиции. Мы серьезнейшим образом проанализировали расходы на ЖКХ. Соответственно, если мы видим с вами ежедневно, что у нас идут работы по благоустройству города, это те инвестиции, которые мы получили за счет чего? За счет того, что оптимизировали работу, в первую очередь, с ресурсно-обжающими организациями. У нас была огромная доля расходов на субсидии. За счет правильного тарифного планирования мы не только достигли роста тарифов ниже, чем темпа инфляции за сопоставимый период, но, собственно говоря, и высвобожденные деньги смогли направить на то благоустройство, которое, в свою очередь, стало новым источником доходов. Если вы подумаете, то легко поймем и посчитаем, что инвестиции в благоустройство города – это, соответственно, инвестиции возвратные. Потому что благоустроив любую пешеходную зону, мы привлекаем намного больше туристов-посетителей. Эти туристы-посетители пользуются услугами тех предприятий, которые работают на этих пешеходных зонах. Это, безусловно, сказывается на том потоке, денежном потоке, который, соответственно, предприятия могут зарабатывать. Если посмотреть на доходы от туризма, я на словах скажу, у нас доходы на сегодняшний момент только от туризма и от посетителей составляют порядка 90 миллиардов рублей в год. То, что, соответственно, раньше нам казалось просто какой-то цифрой заоблачной. При этом у нас существенно увеличилось и количество туристов. У нас количество туристов увеличилось на 60% в целом с 2010 года. При этом на 40% увеличилось количество иностранных туристов, несмотря на все, к сожалению, действия, которые происходят на международном уровне. Но, соответственно, на 80% у нас увеличилось количество туристов и посетителей из других регионов Российской Федерации, которые с удовольствием приезжают на наши мероприятия. Если говорить про бюджет, я про основные вещи обозначу, единственный вопрос тоже хотелось бы обозначить, наверное, если верните, пожалуйста, ставить про структуру бюджета. Есть у нас такая графа образования, сумма большая, которую мы расходуем ежегодно на эту сферу. Вместе с тем, динамика расходов на образование у нас несколько ниже, нежели чем в целом доходы, расходы бюджета. Вот почему говорю, потому что непосредственно находимся сейчас, обсуждаем вопрос, связанный с образованием тоже. Мы провели структурную реформу в сфере образования, которая позволила нам высвободить неэффективно расходные средства. Это и объединение, соответственно, школ, и объединение школ и детских садов, и, безусловно, внутренняя оптимизация. Если мы посмотрим в сопоставимых ценах, то есть если бы мы эту оптимизацию не делали, то мы, безусловно, тратили бы сейчас не 300 миллиардов на образование, а должны были бы тратить где-то порядка 420. Вот эта работа, которая направлена на оптимизацию расходов, позволяет нам получать за меньшие деньги лучшее качество. Если мы посмотрим рейтинги, которые, соответственно, у нас есть по результатам школьных олимпиад, в целом по ЕГЭ, то мы понимаем, что из года в год московские школьники показывают все лучшие и лучшие результаты. Про основные направления я рассказал, но в целом скажу, что департамент экономики – это департамент-агрегатор, который отвечает за мониторинг всех государственных программ. Мы в рамках своей работы занимаемся тем, что мониторим исполнение программ по каждому из направлений в городе и, соответственно, безусловно, участвуем в и принятии решений, и в оценке эффективности принимаемых решений. Безусловно, там завязано на бюджетную, налоговую политику. Поэтому мы обсуждали этот вопрос. Мы по каждому из направлений готовы взять по 5 студентов на стажировку к нам. При этом на стажировку не просто прийти поработать, мы за эту стажировку готовы вам платить зарплату. Исходя из того, что, собственно говоря, если вы работаете у нас полный день рабочий, то мы готовы вам платить зарплату в размере 50 тысяч рублей. Ну и, соответственно, если график с обучением у вас будет перекликаться, то понятно, что мы ее найдем, как соптимизировать, и чтобы это удовлетворяло и ваши, и наши интересы, и вы могли, в первую очередь, наверное, здесь, чтобы это не влияло на качество учебного процесса, ну и, собственно говоря, подчеркнуть те знания, попробовать себя, соответственно, в работе. И, безусловно, мы понимаем, что, говоря о стажировке, мы не подразумеваем, что вы у нас будете в архиве сидеть, работать, какой-то бесполезный или неинтересный, правильно сказать, работой заниматься. Вы будете заниматься реальными проектами, участвовать реально в обсуждении принимаемых решений, ну и, соответственно, с удовольствием те, кто эту стажировку пройдет хорошо, мы себе возьмем на работу.